Мы за популярностью не гонимся, мы занимаемся только тем, что нам нравится. А вторую группу мы с Витом создали, собственно, потому что в трактор-боллинг нам не хватало самореализации. Я считаю, что в России вообще, в принципе, слово популярность и успех для рок-группы существовать не должно, потому что это нереально. У нас в стране очень плохо сроком, очень плохо срок движениям, и когда станет хорошо, пока что непонятно, потому что все происходит просто архимедленно, очень вяло, и одной-двух групп, тем более молодых, которые будут вваться на части, чтобы как-то развести и сделать все это движение активным, пока что мало. А после поездки за границу, да, у вас пол-тур в Америке появились какие-то новые перспективы там для развития? Ну, там все достаточно хорошо складывалось, но просто, чтобы постоянно быть в движухе, нужно быть там. Мы, мягко говоря, слили концерт в Нью-Йорке при огромном встречении народа, чтобы поехать в Хабаровск, отыграть концерт, который был давно, собственно, забит. То есть мы не могли позволить себе не по совести поступить и бросить хабаровских слушателей, и мы бросили нью-йоркских. Просто все еще зависит от финансов, потому что в США такая движуха, что любая группа, даже суперизвестная, она всегда на самоокупаемости. То есть все туры, все, что там проходит, все исключительно на личных финансовых вложениях. Отличается ли публика? Ну, есть существенные различия, есть что-то общее. То есть, например, существенен тот факт, что там музыкантов уважают, как минимум. К группе разогрева не относятся вот так. Или не стоят спиной к бару, там лицом спиной к сцене. К началу концерта все заходят. Нет уже такого, что группа саппорта выступает там. Ничего, ничего, РБ. Выступает при трех человеках, и все остальные ждут на улицах. Такого нет. Люди слушают, все реально слушают. Потом у нас вот мы втроем ездили в тур, за политиреклас. Мы и Heaven's Basement, английская группа молодая. После каждого выступления мы делали Meet and Greet. Спускались на Merch Place и раздавали автографы, и продавали диски. За весь этот тур, за 26 городов мы продали все диски, которые у нас были. Продали почти все майки. Продали даже кирпичики с автографами из клипа «Бизнес» англоязычного. В общем, там просто на концерты еще ходят совершенно разные люди. Очень молодые, очень взрослые, совершенно разные люди. Они все увлечены, как бы, не заинтересованы рок-музыкой, любой. Они всегда открыты к новому. У нас наоборот. Появилась новая группа «Братация», там, и новая песня. Сначала ее 10 лет будут обсирать и орать, что это такое, что это за молодежь, да что это. Вот то ли дело, там, наши вот эти мастодонты, русского рока. Там такого нет. Понятное дело, что уважать Металлику, как бы Слоев, никто не мешает. Но к молодым группам там относятся очень уважительно. И за все это время, попав даже в ротацию радиостанцию «Октейн», которая у них очень важная, потому что это очень большая сеть, из которой все потом штатные радиостанции различные берут песни себе в ротацию. Я не заметила вообще ни одного, фактически, такого отзыва. Раздала просто кучу автографов совершенно незнакомым людям, которые по буквам не говорили свои имена, потому что, ну, как бы не американцу сложно там какое-нибудь суперамериканское имя написать правильно, там, со всеми этими буквами дополнительными. Так что все по-другому в этом плане. Ну, везде свои атмосферы на фестивалях. Такая атмосфера, такая разнообразие, дружба, постоянно на бэкстейдж туссишь со знакомыми людьми, коллегами, друзьями. А на сольных концертах там вот сугубо твоя личная атмосфера. То есть, нет, хорошо, конечно, когда клуб супер хороший, там оборудован, но и, в принципе, в тех городах, где нет качественных, хороших площадок, приходится играть в таких хардкор-площадках, где сцены высотой 5 сантиметров, и 400 человек набиваются в зал, где не включается 200, то есть, тоже вполне себе ничего, пережить можно, и вполне очень позитивно это все проходит. Ну, вы приехали с презентацией альбома нового. Сколько вы его записывали? Ну, расскажите, сколько записывали, чем он отличается от предыдущего, что он получает? Ну, сочиняли мы его больше года, записывали, ну, как обычно, там, месяц-два, наверное, где-то, ну, студийная работа, то есть, она не конкретная, а тут, там, два дня в неделю, там, пишется то-то, там, три дня в неделю, то-то. Ну, то есть, обычный рабочий процесс совершенно. Примечательный, перемечательный тот факт, что, собственно, в записи альбома приняли участие наши акционеры, это поклонники, которые купили на Планете.ру акции, да, и чьи голоса звучат, собственно, на альбоме в трёх песнях. Вот. Отличается он тем, что он, скажем так, чуть более личностный, не такой прямолинейный, как предыдущий альбом, не такой метальный, наверное, как предыдущий альбом, он более такой рок-н-ролльный, и есть такие не социальные темы больше, а какие-то абстрактные, личностные, какое-то самопознание, что-то вот в этом роде. Ну, песни мы пишем все вместе, музыку, а тексты в основном мы пишем басист-вид и периодические альбомы. Очень много, в принципе, очень много групп, да, ну, неформальных, рок-н-рольных и тому подобное. А как выделиться? Ну, я не знаю, мы не преследуем цели выделиться, мы не считаем себя неформалами, потому что, в принципе, из года в год выступая на главной сцене нашествия, или там находясь в нотации в наше радио, или, будучи хэтлайнерами каких-то крупных фестивалей, особо так неформально уже называться сложно, потому что мы рок-группа, рок-группа, да, рок-группа, это не настолько страшный стиль музыки, который нужно бояться избегать, потому что, например, во всех европейских странах, и в том же США, это просто культура нации фактически, то есть попса-попсой, все понятно, но есть все-таки страны, их большинство, где рок занимает очень прочные позиции многолетние, считается чем-то необычным, неформальным, неформатным. Выделиться мы не преследуем цели как-то выделяться, мы просто делаем музыку, которая нам нравится, которая нам нравится играть, и если она находится у слушателей, замечательно. Ну, скорее всего, ответ уже, в принципе, на следующий вопрос, секрет успеха, то есть вы уже вторую группу создаете, она, в принципе, вы пользует популярность. Да, возможно. Отключай. Что-нибудь, ну, не в рамках Луны, сняться в кино, например, или записать сам троих фильмов. Ну, саундтрек, фильмы, они в кино снятся, это все, конечно, очень интересно, было бы интересно себя попробовать вообще в такой ипостаси, но российское кино, это, конечно, такая печальная очень статья, скажем так, что, не знаю, может быть, больше и не сниматься, чтобы потом в гроб спокойно лечь. А в музыке со скольки лет? Со четырем. То бишь 25. То есть, чем много. А как относятся родители к твоему увлечению? Точинешь, даже и работе. Ну, скорее профессии. Потому что профессии, труд, я бы сказала, работа, это какое-то страшное слово. Ну, они поначалу думали, что это просто увлечение, все еще надеялись, что я пойду в аспиратуру аналитического факультета. Потом все это, естественно, сошло на нет после третьего курса. Я как уехала в тур, я так уже и вернулась, собственно, к пятому. Вот и все, все как-то потихонечку встало на свои места. И сейчас я понимаю, что даже если что-то там произойдет, то я все равно буду заниматься в любом виде музыкой или чем-то околомузыкальным по-любому. Потому что это теперь моя жизнь. И при всем желании как-то даже что-то поменять вдруг, все равно творческая водопляка, она будет присутствовать. Самый запоминающийся концерт, ну, возможно, были какие-то курьезные случаи. Ой, ну, этого очень много и все не запомнишь. Я вот сейчас даже сидела, вспоминала все площадки летние и фестивальные, у меня уже все в голове перемешалось. Воздух, остров, все-все-все-все. Ну, это так здорово. Так что да, точно. Ну, самый запоминающийся тур пока что, естественно, это тур по США, потому что там все вообще по-другому, совершенно по-другому. И вообще по-другому. И за то время 43 дня там катались, соответственно, отыграли около 30 концертов. И каждый раз, переезжая из какого-то городочка в другой городок, ты как будто попадал в другую страну. То, что, что бы там ни говорили, что бы в России не думали про американцев, или не велись на эти политические игрушки, там совершенно приятные и позитивные люди, им совершенно все равно. И они не слушают судью и ересь про то, что там в России какой-то геополитический враг. Они единственное, что для них, как по слову Путина, они вызывают брошу. И они все время переживают за людей. То есть, они все там ходят в майках и усирают, освободить их усирают. Потому что для людей в телевизионной стране это действительно шум. Что за самовыражение такое, причем достаточно понятно, что невоспитанное и, может быть, это для кого-то там оскорбительное, но это не уголовное преступление. Это просто административное какое-то хулиганство. В нормальной стране нельзя это в тюрьму. Вот. Ну, совершенно позитивные люди. И что самое необычное, это, конечно, безумные красоты природы. Вот просто все, кто говорит там про природу, там часто любят там речи затирать. Природа, которая в США, это просто надо ничем ее не описать. Ты просто едешь там из Иллинойса, там рядом стоящий штаб, в Сиэтле в одном дворе растут тополя, березы и пальмы. И все это совершенно разного цвета. В октябре это так круто. Просто дрянь не описать словами. Вот ходили, смотрели дом, где-то стрелился Курткабейн. Такой пешенебельный район очень, ну, дорогой, хороший. Там, естественно, все осажено деревнью, там дом сам не видно, но просто там памятные такие навязывают бантики всякие. Вот. Там просто безумная природа в Сиэтле. Все очень в том же. Хотя вроде как Северный, там штат, там постоянно так зябко, достаточно, ну, просто красивейшая. Я вам же про Флориду, там все эти океаны, пальмы просто красотища. То есть про Калифорнию тоже молчу, там вообще все хорошо. 25 градусов стабильно, круглый год. Есть волнение перед выходом на сцене? Зависит ли ваше состояние на сцене от реакции зрителей? Скорее реакция зрителей зависит от моего состояния на сцене. В последнее время я у себя так ощущаю. Вот. Поэтому сегодня мне придется постараться, потому что ввиду как бы здоровья, мне врач вообще запретил ходить, петь и двигаться, а не то, что на сцене. Поэтому мне сегодня придется стоять и петь, более-менее петь. Так что... Не связки? Нет, по-другим причинам. Потому что напрягаться нельзя вообще ни в каком виде, надо лежать дома. Вот. Так что посмотрим. Сегодня людям придется отдохнуть с ней. Еще один концерт. Мы должны оценить его. На самом деле. А почему есть какое-то хобби, помимо музыки, увлечения? Да на них не остается времени, в принципе. Я очень люблю кино, очень люблю воду, очень люблю стиль вообще. Очень этим всем увлекаюсь. Есть у меня пара идей касательно вообще в принципе одежды и каких-то таких вот стилистических вообще вещей. Стараюсь заниматься мероприятиями различными, благотворительными в том числе. Но это опять-таки не хобби, это тоже одни из моментов творческой какой-то деятельности. То есть где себя успеваешь применить, там получается. Обтягивается народ благотворительный? Да, очень-очень даже хорошо и активно, потому что если человек верит все-таки музыканту, который он слушает несколько лет, и который поет о таких вещах, поэтому мы прежде чем что-то сделать, какое-то мероприятие, мы всегда все делаем по бумагам, потом вспомнили отчетность, то есть люди всегда видят, куда попадают дальше их деньги. Рукует от 10 рублей до 500 рублей, от рубля до 5000. Сейчас вот последний достаточно хорошо начатый проект, который мы, правда, планируем продолжать, это календарь Ladies of Rock, который я тоже открыла на планете и поддержали очень многие коллеги, барышни роковые наши, как уже очень именитые, так и молодые совершенно рок-дивы, скажем так, вот, я уже подумала над дизайном уже, хотя первый мы еще даже не выпустили, люди мы еще даже толком не видели, но так как хочется всех-всех-всех друзей объять, потому что месяц всего 12 в календаре, а нам гораздо больше. То есть я в этом календаре постаралась объединить от Folk'а до просто трэш-металла, всех, кого просто знаю, с кем общаюсь. Вот, в следующем, я думаю, пойду дальше. На самом деле, благая цель? Ну да, все деньги от продажи, как бы вот мы на планете собираем именно на саму печать календаря, потому что это достаточно дорого. Мы хотим сделать глянцевые, красивые, там все с этими бюджами, а уже продажи, как бы самого тиляжа календарей, денежки пойдут в фонды Уфимский и Питерский фонд, которые занимаются детьми-отказниками.